Всем привет! Хочу сегодня показать свои покупочки. Я только что была у нас в визаж Холе и купила себе кое-что. Вот пакетик. Я уже говорила вам, что я очень часто ориентируюсь не на блогеров, а на девушек, которые очень-очень редко показывают свою косметичку. И вот если они что-то очень сильно хвалят, если еще и это совпало где-то с моими желаниями или знаниями этой марки, я это покупаю. Вот одна такая девушка, к которой я присматриваюсь, похвалила вот этот кушон Армани. Текст был такой. Чаще всего мне делают комплименты тогда, когда я использую этот кушон. Я подумала, что это совпадение, но совпадение слишком уж часто. Я думаю, ну, значит, надо брать. Вообще, я хотела давно этот кушон, видела еще у других блогеров, девчонок. Хотела розовый, но потом она похвалила именно синий. Вот такой. Красивый на самом деле. Вот когда я смотрела его у других блогеров, и вообще просто его на сайтах, он какой-то некрасивый будто. А на самом деле он, смотрите, какой классный. Я его сегодня вам показывать не буду, не открою, потому что отложу его. Тут SPF 50. Я не знаю, удержусь ли. Вообще, я купила его впрок. Так, смотрим. Вот такой красивый. Хотела сначала розовый, но потом узнала, что этот более плотный. Я хотела поплотнее что-то. И еще он более влажный эффект дает. Я это тоже очень люблю. Он с маслами, поэтому выбор пал на него. Такой же спонжик я показывала вам, если вы помните, у Гуччи кушона. И вот я его не буду открывать, потому что если открою, уже все в воздух попадет, и придется им пользоваться, а я пока не хочу. Вообще, он очень-очень хорош. Вот этот синий цвет красивый. Еще запасочки есть, и можно их купить отдельно. Кстати, красные кушоны, там можно выбирать футляры. Они там такие красивые. Мне понравились, но просто один футляр покупать. Хотя можно купить футляры и кушон синий ставить. Да, так тоже можно, но я этого пока делать не буду. Мне просто синий больше понравился. У меня номер 4. Мне показался, это идеальный оттенок. Он не темный, не светлый. Он нейтральный. Обожаю нейтральные тона, в которых даже есть чуть-чуть серости. Этот кушон сделан в Корее, поэтому серость здесь чуть-чуть присутствует. Я это люблю. Не сильно серые. Чисто корейские кушоны, которые не выпускаются на Европу, они все-таки такие прям серые-серые. Это мне не нравится. Еще мне дали подарки. Так, первый подарок это Armani тушь, легендарная тушь. Ice to Bill Classic. Я ее не люблю, но в новых условиях никому не отдам. Giorgio Armani. Так сказала, как будто это все не Armani. Armani это тоже, это C. Passion. Да, правильно прочитала. Это Aromat Parfum. Еще дали 20% на Invitro. Это для тех, кто советует мне сдавать анализы. В любой непонятной ситуации сдавайте анализы. Такая реклама у меня получилась. С Invitro. Давно там ничего не сдавала, правда. Волосы выпадают. Надо, может сдать. Еще дали пробнички тональных, которые я раньше всем отдавала, теперь не отдам. Еще SOS-средства. Clorans. Это тоже Clorans. База под макияж, устраняющая следы усталости. Я люблю пробовать все такое интересное. SOS-особенно средства у Clorans неплохие. А еще я недавно вам показывала тональный крем Jane Airedale. И там нужна база. Попробуем базу. Кстати, я хочу купить пудру. Пока она была со скидкой, я ее не купила. А сейчас она стала очень дорогая. И меня не хочется ее покупать. А я пользуюсь так редко пудрами. Я так редко пудрами сказала. На самом деле, никогда ими не пользуюсь. Но вот именно к этому тональному мне хотелось пудру. Посмотрим. Может быть, куплю. Может быть, будет скидка еще. Кто знает. Еще покупка. Это на воле Туаль. Шанель номер один. Новая вот эта линеечка. И здесь у нас пудра. Пудра для умывания. Пудра. Вот столичка. Прям половинка. В смысле она так продается. Этого продукта хватит надолго. Я думаю, что года на два. Регулярно использовать его не нужно. Поэтому хватит надолго. Открывается вот так. Я не согласна со всеми блогерами, которые говорят, что это неудобно. Что очень сложно открывается. Для меня очень легко. У Шанель есть совершенно дурацкий крем. Вот этот вот круглый, который все очень любят. Для рук. Который я терпеть не могу. Просто вообще не по качеству. Ни под этому выдавливанию. Это просто для меня какой-то эспандер. Но его почему-то все любят. Я так думаю, что скорее всего, потому что он инстаграммабл. Фотографировать его красиво можно. Сочетать со всем. Но он действительно очень... Почему про него вспомнил? Потому что это при нажатии нужно такое-то невероятное усилие применить. А вот эта пудра прекрасно открывается. Открыть, кстати, вот так вот невозможно. Сразу откроется вот так. И у меня не особо пылит. Нормально выходит пудра. Вот так вот раз почистил и все прекрасно. К упаковке, в общем, претензий нет. А вот к самому продукту есть. Мне не очень понравилась эта пудра. У меня была пудра Бабр и была пудра Сенсай. Я считаю, что Сенсай и Бабр гораздо лучше этой пудры. Она очень-очень мягкая, какая-то нежная. И она мне стягивает кожу. Это очень странно, потому что мне практически никогда никакой продукт не стягивает кожу. А эта пудра стягивает. Я даже подумала ее продать и купить себе Сенсай снова. От Бабр кожа была такая натянутая, прямо блестящая. Очень красивая. Вот Сенсай такая помягче и как будто почище, посвежее. Там еще 4 минуты нужно подержать, смыть. В общем, такой уход больше. Тоже такая блестящая, хорошая кожа. Вообще уход Сенсай, именно вот очищение я очень люблю. Это одно из самых первых очищений. Несколько ступенчатых, которые я попробовала в своей жизни. А вот это такая больше для меня какая-то игрушечка. Просто такая мягкая пудрочка, которая причем еще стягивает лицо. Я не в восторге. Я думала, что это первое мое впечатление. На самом деле не первое уже впечатление. Уже такое сложившееся, можно сказать. Еще одна покупка. Это Кле Депо. Тоже умывание. Это я так закупилась, потому что нужно покупать все впрок. У меня тем более осталось именно из пенок только 1-2 пенки. Думаю, нужна еще одна. Вот купила еще Кле Депо. Я люблю эту марку. Не люблю уход. Практически ничего мне не нравится из ухода. Такая легкая совсем. Но японцы нужно вообще понимать, что у них такое все пролонгированное действие имеет. И они не работают на такой яркий результат сразу, мгновенный. Это нужно просто ждать. Но от этого ухода я ничего не заметила, даже когда ждала. Это новинка. Такая обычная пенка, которую можно взбивать сеточкой. Можно просто смульгировать в руках. Но мне она не понравилась, потому что здесь аромат какой-то не очень приятный. На люкс не похож вообще. Это просто такой обычный масс-маркет. И по качеству тоже. Ну, все пенки смывает. Когда я говорю масс-маркет, и имею в виду Японию, он у них очень достойный. И плохого я ничего не имею в виду, когда это говорю. Но люкс все-таки должен быть. Упаковка, аромат стоять на том же уровне, что и качество. Качество вроде есть, а вот этот аромат заставляет думать, что я пользуюсь какой-то дешевой пенкой. И это неприятно. Ну, смывает хорошо. Я ее оставлю себе. Буду пользоваться. Ну и для чего я снимала это видео? Вообще-то я хотела вам показать в Густинус Бадр. Это будет у меня окончательное мнение о шампуне-кондиционер. Я думала отдельно снять, но это слишком уж короткое видео получится, поэтому не буду. Расскажу здесь. Смотрите, сколько осталось. Я пользовалась только им. Раз в неделю пользовалась Мириам Кведу. Потому что я раз в неделю пользуюсь скрабом для кожи головы. Это офигенский скраб, который я всем рекомендую купить. Называется маска-скраб для кожи головы Мириам Кведа. И потом уход. Соответственно, применяю именно этот же, той марки. Все остальное время, в течение месяца, я пользовалась этим уходом. Кондиционер закончился. Здесь всего лишь 150 мл. Шампунь остался. 200 мл. Нужно было, чтобы кондиционер был тоже 200 мл. Что я могу сказать вам об этом уходе? Если бы у меня сейчас была возможность, я бы купила еще штук 5 таких. Потому что это самый лучший уход. У меня очень много ухода, которые я очень люблю. Это входят в любимые продукты Морут. Для волос у меня их очень много. Потому что, наверное, больше всего средств я пробую именно для волос. И гели для душа. Это, наверное, самый такой лучший уход. Когда у меня спрашивают просто, что с волосами, что я сделаю. Это не только я вижу. И когда ты видишь качество своих волос, что он совершенно другое, ты хочешь купить много. Но сейчас пока нет возможности у нас. Шампунь не имеет практически запах. Он имеет такой абсолютно мыльный, простой запах. То есть, какого-то удовольствия вы не получите в ванной. Но я все-таки умудряюсь получать. Потому что я смотрю на упаковку. Она мне очень нравится. И нравится вот эта вот нежность, которую дает шампунь. Пенка. Такая легкая, нежная пенка. В общем, я его смогла полюбить. И вот эта вот формула. То, что TFC 8. Это просто не зря. Не просто так. Это действительно какая-то работающая формула. Потому что мне очень подходит еще и уход для лица. И еще и подошел очень шампунь. Просто не хочу с ним расставаться. Но он заканчивается. Видите? Буду теперь беречь. Когда кондиционер закончился. Кондиционер просто добила. Потому что, ну что уже его беречь. Когда тут она один раз останется. Например, на два. И потом это к чему? Я думаю, лучше пусть будет месяц. Вот этого вот наслаждения. И будет точный отзыв. Аромат мне не понравился. Помните, с первого раза я вам говорила, что он вонючий. Потом это как-то выветрилось. Стало гораздо меньше. И вообще потом я пристала замечать. Когда пользуюсь, не замечаю. Мне даже казалось, что у него нет вообще никакого аромата. Такое бывает. Волосы после него. Нежные, гладкие, блестящие. Кстати, я говорила раньше, что они не блестят. Стали блестеть очень сильно. Причем даже моя подруга, которой я всегда говорю, чтобы я не купила. Я говорю, что я как блестят мои волосы, сынка? Да надоело ты мне с своими волосами. А сейчас она мне тоже сказала, что у тебя так блестят волосы, что за уход. Вот это именно августинус. Можно наносить еще и на кожу головы. То есть вот так вот. Начинаем от корней и по всей длине. Когда я нанесла так, у меня очень сильно... Ну, как сильно для меня, у человека, у которого паники постоянно были. Ну, сейчас тоже. Нет-нет. Покраснела кожа. Кожа, вот лоб. Я очень испугалась. Я не люблю такие вещи, поэтому я перестала так наносить. Наносила исключительно только на всю длину. Это мне нравится. Там уже никаких проблем. Все прекрасно. Волосы гладкие. И потом вот это средство. Но его я наносила через раз. Тут его еще достаточно. Так что шампунь закончится вместе с ним. Я решила его использовать теперь каждый день. Потому что... Ну, не будет, наверное, вреда, если я буду каждый день. Хоть тут говорят через день. Какой смысл его через день наносить? Здесь всего лишь 50 мл. Так что закончится у меня тоже быстро. Здесь тоже отдушка не очень приятная. Но она, к счастью, не слышна на волосах после того, как я наношу. Поэтому неплохое средство. Очень жидкое. И приглаживает пушистость. После утюжка особенно. До утюжка не особенно. Все равно это средство мне понравилось тоже. Потому что я считаю, что это такой комплекс, который подействовал на мои волосы. Поэтому я хвалю все вместе. И не могу сказать, что это шампунь там повлиял. Или кондиционер. Вот все вместе. Потому что у меня все 4 продукта, кроме масла для волос. Как я понимаю, нужно выбирать либо масло для волос, либо вот эта сыворотка лечения, тритмент. Вот я выбираю всегда кремовые текстуры. Масла сушат. И вот это вот средство для кожи головы, которое против выпадения волос. Вот. С пипеткой я его показывала. У меня выпадают очень сильно волосы. Сейчас стали прямо просто сильно. Но почему-то на густоте никак не отражается. Я не знаю, куда они выпадают. Прям много выпадают. Но я этого не вижу. Пробор нормальный. Вероятно, растут новые. Я знаю, что некоторые средства работают именно так. Сначала выпадают все старые волосы и начинают расти новые. Вероятно, это так. Буду, по крайней мере, на это надеяться. Не хочу, чтобы это средство меня подвело. Но вот смотрите, почему я говорю, это средство хорошее, а волосы выпадают. Потому что им приятно пользоваться. Вот если мне скажут, еще купишь, я куплю. Правда, вот мне оно настолько понравилось. Потому что вот эта маслянистая вроде бы текстура на волосах оказывается, не на волосах, на коже головы, но и на волосах тоже отчасти, оказывается просто невесомые, очень приятные. Волосы такие рассыпчатые. Мне безумно понравилось это средство. Насколько оно действует против выпадения, я вам не скажу. Может быть, не действует. Но вот приятные ощущения после использования. Рассыпчатость вот эта мне очень нравится. Чистота ощущается, свежесть приятная. Ну и оно еще не закончилось. Ну и вот тут вы, пожалуйста, судите сами. На густоте не отражается, но волосы, тем не менее, выпадают прямо от корня. Не знаю, почему. Возможно, сейчас весна. Может быть. Поэтому сезонное выпадение. Кстати, я проводила опрос у себя, чем чаще вы пользуетесь, гуглом или ютубом, если вам нужен какой-то отзыв. Все были со мной в основном, мне кажется, все-таки солидарны. В 50-м и 50-м практически было. Но я думаю так, что когда мы ищем какой-то отзыв очень-очень быстро, то есть вот мне нужно там шампунь, и смотрю, что пишут о шампуне, я, конечно, буду искать в гугле, там, рекомендейт, да, по-моему, называется, отзывик, ну, где-то на таких площадках, где можно быстро-быстро прочитать, просто пробежать глазами и составить свое мнение. А когда мы уже смотрим ютуб, то есть мы хотим здесь провести время как-то, послушать, что говорят, так размеренно, когда есть действительно время, чтобы потратить его на блогера. Или я еще часто на ютубе смотрю сводчи. Конечно, сводчи, фотографии сводчей мне не очень нравятся. Я люблю все-таки посмотреть. Они, как правило, тоже оказываются совершенно неправильными, неточными на ютубе, но все равно я больше доверяю видео. О бальзаме я уже вам говорила для губ. Имейте в виду, что он может оставить на холоде белую пленочку, потому что тут масла, все масла это могут делать, ну, когда... Ай, прищемила палец. Закрывала так. Но когда наносим вечером, как я это делаю, перед сном, это самый правильный вариант, и утром просыпаемся с прекрасными губами. Я очень-очень хвалю этот бальзам. Я вообще очень хвалю Марку. Про крем для тела от августинуса я расскажу потом, когда он закончится, потому что он только даже не наполовине. Поэтому мнения пока еще точного нет. Так прям оттераторила все видео практически. Я с вами на этом прощаюсь. Надеюсь, информация была для вас полезной. Всем всего самого доброго, мира, тепла и уюта. Всем пока-пока.